Мы пришли сегодня в торговый центр, но мы пришли не покупать, а пришли вот в такую организацию, которая помогает студентам получить гранты. В Америке очень много грантов, которые помогают студенту оплатить образование. Их тысячи. Самый главный грант – это ФАСФА. Нам так сказали. И многие студенты оформляют ФАСФУ и оформляют еще кучу других грантов. Почему не все? Потому что, когда ты приходишь сюда, в этой организации она работает бесплатно. Находится, ну если в Анкоридже, то это торговый центр, Даймонд Центр. И эта организация помогает, просто помогает человеку понять, что ему надо, что ему подходит. Потому что у всех разный доход, у всех разная жизненная ситуация. И какие-то гранты, они подходят человеку, какие-то нет. И вот из этих нескольких тысяч надо выбрать штук 8-10. И вполне возможно, что они сработают. Не всегда срабатывают, но вполне возможно, что сработают. И если вдруг какая-то программа срабатывает, то очень хорошая помощь для обучения. Иногда бывает такое, что срабатывает сразу много программ. И человек может выучиться, в принципе, бесплатно. Ну и вот мы сегодня пришли сюда, чтобы сын наш тоже смог заполнить какие-то программы дополнительные для получения образования дальнейшего в университете. На Аляске несколько университетов. И в Анкредже два университета. Образование очень хорошее. Опять-таки, мы пока обладаем информацией той, которую нам сказали люди. Потому что сын доучивается в школе. Он отучился в России, закончил 11 классов, сдал ЕГЭ. Но, приехав сюда, нам объяснили, что лучше получить диплом американский для дальнейшего образования. Кому нужно дальнейшее образование, нужно получить американский диплом. Поэтому он пошел в американскую школу. Но это очень хорошо, потому что он берет язык. И вот мы приходим куда-то, он уже очень хорошо общается, понимает. До нас, конечно, еще так какие-то отрывки доходят. Информация и то, если человек пытается ее донести. Если человек просто говорит, не пытаясь тебе объяснить, то очень-очень еще тяжело. А детям проще. В школе они это хватают прям быстро. Ну все, всем пока-пока.